В Аральском районе запланирован ряд масштабных проектов. Через железную дорогу будет построен мост. До конца года планируется запуск крупных производств. Акимобласти в ходе рабочей поездки ознакомят с работой по развитию района. Строительство подвесного моста через железную дорогу обеспечит безопасность населения и решит проблему вечных заторов во время прохождения составов. Идет подготовка документации. На сегодня из областного бюджета выделены средства на разработку ПСД. В этом году будем подавать заявку на финансирование проекта из областного и республиканского бюджета. Будем работать над тем, чтобы в этом году начать строительство. В течение двух лет объект будет завершен. Сметная стоимость около 1 миллиарда 800 миллионов тенге. Но она будет еще корректироваться на основе ПСД. По нашим расчетам можно уложиться в миллиард 200 миллионов. Завершено строительство цеха по изготовлению порошка из обрюжьего молока. Запуск ожидается в августе. Будет производиться для внутреннего рынка и на экспорт 130 тонн сухого молока. ТО «Казахстан Аквакультура ЛТД» планирует реализовать проекты глубокой переработки рыбы и производства пластиковых лодок. Комбинат «Аралтус» запустит третий испанский цех. Это позволит открыть еще 200 новых рабочих мест. Запуском этого цеха еще 200 человек будет обеспечена работой. Улучшится качество соли. 20% произведенной здесь продукции будет направляться на внутренний рынок, 80% на экспорт. Эпидситуация в районе неустойчивая. С начала года выявлено 45 случаев. Четверо из них находится в инфекционном сационаре. На случай ухудшения ситуации подготовлены дополнительные койко-места. Создан запас лекарств. В районе проводится вакцинация. Около 1000 доз поставлено в район. Вакцинация уже началась. Население положительно воспринимает ее. В районе подготовлено дополнительно 200 койко-мест на случай ухудшения обстановки. Достаточно лекарств, ИВЛ, средства защиты. Местные школьники обучаются в традиционном формате. Глава региона наказала обеспечить безопасность детей, жестко соблюдать санитарные требования. В поселке Сексиуль завершено строительство новой школы на 300 мест. В районе строится ряд социальных объектов. Проблемой было отсутствие школы в залинейной части поселка Сексиуль. Сейчас объект полностью завершен. 1 сентября дети будут там учиться. В райцентре строится школа-интернат на 200 мест для детей из отдаленных аулов. Всемирно известный район ставит целью развития экотуризма. Заповедник Барсакельмес совместно с международными организациями реализует ряд проектов в этом направлении. Главное богатство заповедника – куланы. Здесь их сегодня 630. Водятся джейраны, сайгаки, немало редких птиц и растений. Совместно с ООН мы очистили все скважины для водопоя зверей. К сожалению, в заповеднике нет воды. Зимой сайгаки и другие звери заходят туда. Но с потеплением покидают. Животным нужна вода. Сейчас мы прорабатываем еще один проект. В аулах Сапак и Оралком Аким области провела встречи с Аксакалами, выслушала их предложения, призвала соблюдать меры предосторожности. Каламжан Жумназар, Акимжан Жултаев, Сарамутигенов, Тоскан Сатпай, телеканал Казарда.